В ходе рабочего визита в Тольятти Дмитрий Азаров также посетил ряд социально значимых объектов, в числе которых и региональный центр обработки экстренных вызовов системы 112. Она запущена в промышленную эксплуатацию с 5 октября. О преимуществах новшества Павел Баймаков. Здравствуйте, служба 112 Самарской области, ведущий сайт 14, слушаю вас. В круглосуточном режиме 15 дежурных операторов принимают вызовы, поступающие со всей Самарской области. В день на каждого приходится в среднем по 500 звонков. Дорожно-транспортное происшествие, пожар или иная экстренная ситуация. В кратчайшие сроки специалисты обрабатывают информацию и передают ее в нужную службу. В зависимости от того, какая служба требуется, наши операторы оформляют вызов. С момента поступления уходит в пределах 75 секунд на обработку вызова. С декабря 2017 года система работала в режиме опытной эксплуатации. С сегодняшнего дня она полностью включена в действие. Одним кликом мышки оператор может объединить и скоординировать работу всех экстренных служб – полиции, пожарной охраны, скорой, газовой, антитеррористической службы, поисково-спасательной, единой дежурной диспетчерской и Центру управления в кризисных ситуациях. Кроме того, введение централизованной схемы приема и обработки вызовов по единому номеру 112 снижает нагрузку на экстренные службы. В ходе рабочего визита в Тольятти работу Центра оценил Дмитрий Азаров. Здравствуйте. Добрый ли он? Спокойный? За последние сутки никаких сбоев и замечаний по работе системы не выявлено. Никаких обращений по крупным чрезвычайным происшествиям не поступало. Работа операторов глава региона остался доволен. Чего не скажешь о камерах системы «Умный город», информация из которых также стекается в центр. В ходе проверки выяснилось, из 60 камер более десятка работают с переменным успехом. Почему нет информации? Причина отсутствия сигнала. Значит, вот когда система работает, она работает вся. Устранить недочеты в работе камер видеонаблюдения Дмитрий Азаров поручил в недельный срок. В этот же день, 4 октября, глава региона посетил еще несколько социально значимых объектов Автограда. Один из них – это Аллея Славы в центре Тольятти. Пешеходную дорожку здесь выложили тротуарные плитки, привели в порядок газон и зеленые насаждения. Вместе с мэром Тольятти Сергеем Анташевым глава региона прибыл сюда уже ближе к вечеру. За благоустройство этой территории в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды в марте этого года проголосовало большинство жителей центрального района Тольятти. Первый этап реконструкции планируется завершить до 1 ноября. Павел Баймаков, Андрей Авдеев. Новости губернии. Тольятти.